Добрый день, друзья! Иммиграционные суды Соединенных Штатов выпустили статистические данные за 2019 год, где указано в процентном соотношении, сколько заявлений о прошении политубежища было одобрено и сколько получили отказ. И, что интересно и что полезно, эти статистические данные поделены по странам заявителей. То есть мы можем видеть, из каких стран люди получают больше одобрения, с каких меньше. Интересуетесь иммиграцией в США? Подписывайтесь на наш YouTube-канал для получения своевременной, актуальной и, главное, полезной информации. Почему это цена? Потому что зачастую в любое время мы можем посмотреть статистику иммиграционных судов в Соединенных Штатах, но это будут общие статистические данные, которые несут малой цены и полезной информации моим клиентам. Например, я могу посмотреть, сколько одобрений всех поданных заявлений об убежище было в каждом отдельном суде. В Майами, в Нью-Йорке, в Филадельфии и так далее. И если я вижу в каком-то суде очень высокий процент отказов, например, 80% отказов, 20% одобрений, что это говорит моему клиенту? То есть я не знаю, в эти 80% входили ли граждане России, которые подают на основании политмнения, то есть они боятся гонения из-за их политмнения, или туда входили граждане Бразилии, которые подают на основании социального класса, так как они являются представителями ЛГБТ. То есть эти данные очень обобщенные и сложно сделать какие-то выводы. Если в каком-то суде очень большой процент отказов, это не значит, что у моего клиента небольшие шансы. Сейчас я вам зачитаю некоторые цифры, которые прежде всего интересны большинству наших зрителей, подписчиков и моих клиентов. То есть я начну называть страны в алфавитном порядке и каков был процент одобрения отказов для граждан этих стран в 2019 году. И напомню, что это касается иммиграционных судов. Это не касается ЕСС, не касается иммиграционного департамента. То есть это уже для тех, чьи прошения в убежище рассматриваются в суде. Итак, Беларусь. Одобрения получили 54%, отказ получили 17% и есть такая графа «другие». 29% в графе «другие». Что такое «другие»? Это дела, которые человек сам дальше не продвигает. То есть он подал заявление и он не появился в суде или еще что-то. Он вовремя не подал документы. То есть его заявление было временно оставлено без рассмотрения. Это также люди, которые сами забрали свои заявления. Люди, которые покинули США до того, как было вынесено решение по их делу. И люди, может быть, легализовались здесь каким-то другим способом. Например, вышли замуж, женились, получили документы на основании брака. То есть их заявление по убежищу не было доведено до вынесения решения. Это графа «другие». Если убрать эту графу «другие» и только смотреть, сколько было одобрений и отказов по заявлениям о убежище, по которым были вынесены фактически решения, с Белоруссии по грубым подсчетам получается 70% одобрения, 30% отказов. Дальше идет Казахстан. Казахстан тоже, если убрать графу «другие», 50% грубо одобрений, 50% отказов. С России 49% одобрений, 18% отказов, 33% графа «другие». Если убирать графу «другие», и на основании моих подсчетов, основываясь на числе рассмотренных дел, то есть в 2019 году, 299 заявителей получили одобрения, 112 получили отказ. Но это получается 60% одобрения, 40% отказы. Причем хочу заметить, что это все граждане России. Мы не знаем, на каком основании они подавали. Может быть, они подавали на основании политического мнения, социального класса, религии, национальности или расы. То есть это 5 оснований, по которым можно получить политубежие в США. Следующая страна – это Украина. Тоже в Украине 40% получили одобрения, 21% отказ, 39% другие. Вот, это основные страны. Если вас интересует, с каких стран очень высокий процент отказов, то это, прежде всего, страны Центральной Америки. Это Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Гаити. Также большой процент отказов в Мексике. Ну, на самом деле, я знаю, почему так происходит. В этих странах очень плохие условия жизни, очень низкий уровень заработка. И, конечно, люди просто в отчаянии. Они подходят к границе США, просят убежище на границе. Их дела рассматриваются. Но, к сожалению, как тоже я часто повторяю, убежище не дается всем, кому просто плохо жить в своей стране. Оно дается только людям, которых либо в прошлом притесняли, либо у людей есть объективные основания полагать, что их будут притеснять в будущем. По одному из пяти перечисленных оснований. Еще раз, политмение социальной класса, религия, национальность, раса. И поэтому, конечно, если кто-то приходит, просит убежище сейчас в Гватемале и говорит, что им нечем кормить детей или высокая преступность в стране, ну, к сожалению, велика вероятность получить отказ именно в этом деле. Но в любом случае эти данные меня порадовали. Я думаю, это тоже звучит обнадеживающе для моих клиентов и других граждан, кто собирается подавать на убежище в США или уже подал. Но все равно хочу заметить, что эта информация просто в общеобразовательных целях. Единственное, чего зависит, получит человек одобрение или нет в деле по политубежью, это от качества подготовки его документов и от его подготовленности к даче показаний в суде или к прохождению интервью в иммиграционном департаменте. Это залог успеха. Залог успеха – это грамотно, полноценно, основательно подготовленное дело, и человек хорошо подготовлен для дачи показаний. Везет тем, кто хорошо подготовлен. Не стоит надеяться на чудо. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, звоните. И я в свою очередь желаю удачи всем нашим зрителям и, конечно, прежде всего тем, кто уже подал свои дела, чьи дела находятся на рассмотрении, кто вот-вот получит решение. Конечно, желаю, чтобы у всех или у большинства были решения положительные. Если тоже понадобится какой-то совет, пожалуйста, пишите, звоните. Мы всегда открыты. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok